здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик я преподаватель по курсу seo в этом видеоруководстве мы научимся правильно пользоваться поиском google и яндекс настраивать его и также разберемся с вот этой вот рекламой как ее отключить либо сделать так чтобы ее было меньше и чтобы google и яндекс не шпионил за вами не подсовывал вам исходя из вашей прошлой истории какую-то рекламу которая вам уже совершенно не нужно все это связано с его потому что вводя какие-то запросы видим google мне подставляет мои старые запросы и мы не видим реальной картины как видят обычные люди и тогда наши запросы и становятся менее релевантные и не отвечающие требованиям seo это все связано с предыдущим уроком в котором мы рассматривали что такое семантическое ядро и релевантность и это развитие темы предыдущего урока если хотите себе напомнить что такое семантическое ядро и релевантность то с повторяйте предыдущий урок имейте это в виду ссылка на этот предыдущий урок будет в описании под этим видео и чтобы это все реализовать по пунктам чтобы вам было понятно я подготовил для вас вот этот текстовый документ это план этого урока как всегда и давайте вы найдете этот файл ссылка на него будет в описании к этому видео также он будет в первом закрепленном комментарии и вот здесь у нас по плану пять пунктов поначалу мы поработаем с google потом с яндекс коснемся других браузеров разберемся немного с vpn и в конце этого видео будет домашнее задание которое желательно выполнить я разверну первый номер первый список меня это разворачивается у вас все будет и так сразу развернуто здесь вот я пометил ссылку по которой сейчас нам нужно будет перейти но со временем ссылки служебная страница какие-то справок google яндекса перестают корректно работать они там меняют поэтому можно давайте перейдем по другому скопировал вот эту фразу в круглых кавычках и найдем просто эту страницу в поиске я это копирую также эта фраза вот на английском так копируем вот это перейдите в любой браузер и именно в поиск google а не яндекса надо вести эту фразу отслеживание действий google я жму enter открывается ряд ссылок и верхняя ссылка это то что нам и нужно отслеживание действий google жмем здесь открывается страница где у нас можно регулировать историю приложений и веб поиска это там где google следит за нами и все записывает что потом нам подсовывать и выдавать как бы для нас нужные варианты разных страниц и решений и здесь первое то что у меня включено история приложений и в поиска здесь у нас находится информация то что вы посещали раньше и google будет рекомендовать вам исходя из ваших запросов то что по его мнению больших вам подходит но с точки зрения села нам это не нужно мы должны видеть чистые запросы а не то что когда-то мы раньше смотрели исходя из нашей истории и мы отключим и почистим историю не только в поиске google которая у нас вот здесь вот находится связано непосредственно с аккаунтом google это google карты и тому подобные но для села нам это нужно и поэтому прежде чем это отключать либо очистить я бы вам рекомендовал установить несколько браузеров то есть вот у меня например браузер google chrome он настроен как они хотят то есть в нем оставлены все настройки по умолчанию и ничего не изменено чтобы я видел все что они делают со мной и с другими а вот другой браузер яндекс или браузер опера меня там уже отключены все приколы от google и яндекс я эти браузеры использую для села работы и для конфиденциального пребывания в интернете поэтому ваш личный аккаунт оставьте в google chrome к примеру либо в другом браузере а села занимайтесь уже в другом поэтому на мой взгляд вам надо установить минимум три браузера либо больше у меня вот видим здесь их больше и в данном случае я сейчас нахожусь как вы видите в яндекс браузере если у вас английская версия браузера то это выглядит вот таким образом на английском языке activity controls так выбираем здесь отключить жмем отключить и будущем история у нас уже не будет сохраняться жмем здесь окей и здесь имеет смысл удалить историю чтобы прошлая история тоже почистилась жмем здесь удалить историю здесь я нажму далее и нажимаю удалить удаление завершено и жмем окей все мы видим здесь у нас стала кнопочка серенькая то есть мы это отключили также ниже можно отдельно включить либо отключить историю местоположений это когда google будет следить за тем куда мы ходим с какой работе на какую и когда кстати можете например включить вашему ребенку либо кому-нибудь эту опцию и отслеживать куда этот человек ходит также можно отключить отдельную историю youtube если вы будете заниматься seo для youtube то это тоже рекомендуется отключить давайте мы это также отключим жмем здесь приостановить и я нажму удалить старые данные выберу за все время и жмем удалить удаление завершено окей так и что у нас осталось здесь мы подключали галочки у нас выключились ну как вы поняли я здесь максимально все пытаюсь отключить персонализация рекламы это рекламу которую нам google считает более полезной либо менее полезной то есть он исходя из наших запросов выдает нам нужное для нас жмем здесь и здесь сверху жмем на кнопки включено читаем если вам это нужно и жмем отключить какие я перейду здесь назад обновлю страницу и видим что у нас здесь все максимально отключено что есть очень хорошо для нас эти действия на мой взгляд также пригодятся всяким опционерам и шпионам чтобы за ними никто не следил все с гуглом и закончили пока теперь перейдем в план нашего урока и посмотрим что мы дальше будем делать а дальше у нас пункт 2 я его раскрою ну похоже действие у нас будут с яндексом либо копируем вот эту ссылку либо просто вводим слово настройка в поиске яндекса давайте попробуем так и сделать я копирую слово настройки или перехожу в браузер в яндекс открываю поиск яндекса и здесь поиски оставим слова стройки и вот первая ссылка это та которая нам и нужно я нажимаю здесь и здесь есть у нас поиск есть реклама снимаем вот эту галочку чтобы предыдущая история не влияла наш поиск также можно нажать удалить запросы из подсказок давайте мы здесь нажмем и потом нажимаем снизу конечно сохранить дальше нажмем здесь реклама снимаем вот эту галочку также я бы снял здесь тоже все что здесь возможно и жмем сохранить далее местоположением здесь я бы убрал эту галочку и убрал город либо населенный пункт в котором вас вычислили дальше мои места здесь если во что-то написано то здесь будет у вас корзиночка можете удалить здесь яндекс обычно определяет где ваш дом находится где вы живете и куда выходите часто то есть на работу все с яндексом мы разобрались мы выполнили второй пункт а дальше имел ввиду что допустим у вас будет три браузера один как я сказал это будет ваш личный там и ничего не меняете а вот яндексе вы там уже проделываете то что я вам выше и показал в первом втором пункте здесь меня под пунктом а очистка кэша дело в том что мы историю почистили яндекс но кэш и браузером то есть в истории осталось информация там где вы были что вы смотрели то что вы делали на самом деле это внутренняя независимая история любого браузера поэтому давайте с этим тоже разберемся для этого нужно открыть браузер который вы хотите почистить совершенно любую страницу рекомендуется закрыть все ненужные вкладки и нажать на клавиатуре комбинацию клавиш control shift дэвид где предлагается нам нам почистить историю здесь можно выбрать интервал времени за все время такое то у меня выглядит на английском а если это открыть на русском то это выглядит уже вот таким образом то здесь я выбираю за все время и если вы здесь все поставите то на самом деле вы почистите все ваши пароли поэтому здесь нужно аккуратно действовать поэтому я вам и говорил то делайте в другом браузере и перед выполнением этой процедуры желательно все пароли проверить и сохранить в надежное место чтоб они у вас не стерлись здесь как мы видим у меня находятся данные по банковской карте и наверно штук 20 паролей а вообще хранить пароли нужно в отдельной программе они в браузере вот например одна из программ которая хранит пароли называется кейпас здесь у меня хранятся пароли от google от яндекса аккаунтов от интернет магазинов и от всего остального где можно где я оставляю какие-то пароли ну как пользоваться этой программы это отдельная тема сейчас я нахожусь в браузере яндекс если зайти в подобное окно браузер google давайте я зайду и нажму control shift дэвид то это видим выглядит немного уже по-другому здесь у нас отдельная из галочка для хранения паролей чего не было в яндексе а так в целом здесь это окно выглядит как и в яндекс браузере поэтому я повторюсь для личных целей используйте браузер например google где будут храниться все ваши пароли банковские карточки а для села используйте какие-то другие браузеры где не жалко будет почистить все что там есть и сделать браузер нулевым я перехожу назад яндекс браузер и нажимаю очистить и все у меня все удаляется идем далее переходим план нашего урока здесь у нас пункт бил это плагин adblock который блокирует рекламу и его можно установить отдельно практически в любой браузер я копирую это название перехожу в браузер где я хочу установить кроем поиск time это слово жмем найти и вот здесь написано лучший блокировщик рекламы нажимаете устанавливаете подтверждаете и у вас появляется вот такая ручка если она не появилась то можно вынести из настроек браузера и теперь если вы куда-нибудь зайдете и напишет например купить ноутбуки выберем какой-нибудь ноутбук нажмем и видим что у нас уже две рекламы заблокировано но это был уже сами решайте нужен вам ли отдельный инструмент для блокировки рекламы просто чем меньше рекламы тем быстрее у вас работает интернет и быстрее грузится страницы иногда на самом деле видеть рекламу это тоже полезно ну давайте я нажму на этот ноутбук посмотрим здесь видим у нас уже заблокировано 56 реклам на странице то есть это сайт где много спама и какой-то реклама не нужны и здесь можно нажать на этой ладошке нажать на шестеренки и отрегулировать то что вы хотите блокировать и что не хотите блокировать точки зрения силу лучше видеть всю рекламу которую нам показывают чтобы оценить как как создана или другая страница по правилам села давайте перейдем план нашего урока посмотрим что мы сделали мы сделали 1 2 3 пункт у нас остался 4 5 но давайте четвертый пункт уже сделаем в следующем видео это мы рассмотрим как vpn может нам помочь с seo оптимизации наших страниц и это также интересный важный момент для seo а вот пятый пункт давайте мы рассмотрим сейчас и здесь я просто написал что есть домашнее задание по пройденному материалу который вы сейчас смотрели здесь у нас три простых пункта это просто установить три браузера google яндекс и оперу если они у вас установлены то отлично если нет то устанавливаете это нам пригодится в следующих уроках где мы будем проходить seo дальше в браузере яндекс надо настроить поиск google и поиск яндекс поиск без учета истории запросов это то что мы делали в пункте 1 и 2 и последнее третье домашнее задание выполнить четыре первых урока по html что это такое вот я копирую эту ссылку и открою это в отдельном окне это курс по созданию сайтов html где изучается код программирования на котором создаются сайты html здесь уроки для начинающих и как я написал выполнить первых четыре урока если вы раньше уже были знакомы с языком html то отлично но я думаю вам это не помешает повторить а потому что язык html развивался и появлялись новые команды и это вам поможет работе seo здесь очень детальные и простые уроки но полезные перейдем план нашего урока и здесь я написал выполните домашнее задание и напишите как вы его делали в комментарии под этим видео чтобы увидеть что вы их действительно делали и у вас все получилось эти домашние задания довольно таки простые и попробуйте их выполнить на этом давайте друзья уже будем прощаться если будут вопросы по текущему уроку задавайте и переходите к следующему уроку который вы видите справа на экране палец вам указывает на этот урок где мы рассмотрим настройки vpn и как это связано с сел продвижением я вас всех люблю и всем пока